Музей Победы на Поклонной горе Уже узнали о городах-героях Брянск, Сталинград, Новороссийск, Ленинград, Севастополь. Этап 21-го года посвящен Смоленску. Когда мы говорим о тех городах-героях, которые получили это высокое звание, то мы сельскохождали седьмая эстафета. Прошли мы Брест, где начало Великой Отечественной войны. Когда мы говорим о наших сражениях на воде, на море, то, конечно, как бы отец без Севастополя, без Новороссийска. И потом мы говорим, подождите, а вот ключ-то к Москве и ворота Москвы, и щит в Москве, это же Смоленск, наш. Мы уверены в том, что вот этот седьмой этап из Салюта Совета Победы, он даст много для наших школьников. Это и есть патриотическое воспитание. Салют Победе – проект главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. В этом году к эстафете памяти присоединились Власиха и Русский округ. Мероприятие рассчитано на участие жителей всех возрастов. Людей старшего поколения, молодежи, школьников, дошкалят вместе с родителями. Как никогда важны такие мероприятия для нашего подрастающего поколения. И как мы убедились, с самого детского садика нужны эти мероприятия и их родителям. Потому что надо защищать Руи Одину и любить ее с первых дней своей жизни. Молодежи – это надо знать, что у нас есть живые герои, с которыми можно пообщаться. Это не написанные истории. Это живые рассказы, которые как раз-таки и раскрывают разум и ум и сознание нашему молодому поколению. В числе почетных гостей торжественной церемонии – живая легенда. Фронтовой разведчик, участник Смоленской операции и парада победы 45-го года Константин Сергеевич Федотов. Несмотря на почтенный возраст, в марте этого года ему исполнится 95, держится он по-прежнему бодро и делится с присутствующими своими воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны. Одно из самых ярких – бои 139-й дивизии, где служил Константин Сергеевич, на безымянной высоте. Бои, которые прошли на безымянной высоте, что вошло в песню «Безымянная высота» поэта Матусовского, композитора Баснера. Вот этот момент очень трогательный, потому что памятник, который стоит сейчас на безымянной высоте воинам нашей дивизии, он символизирует могущество, героизм, силу нашего народа. Изучить подвиги каждого героя Смоленщины в течение года смогут все жители Одинцовского округа. Первым эстафету памяти принимает территориальное управление Кубинка. Юнормейцам торжественно передают символы эстафеты, копию красного знамени Победы, клятву партизана и ручную противотанковую гранату РПГ-40, которые доставят в образовательные организации и на предприятия. После торжественной церемонии традиционное совместное фото, а затем экскурсия по экспозиции «Подвиг народа» в Главном военно-историческом музее России, Музее Победы на Поклонной горе. Наталья Кончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.